Почему большинство гладиаторов в Древнем Риме были вегетарианцами? Группа ученых Венского медицинского университета и Бернского университета в Швейцарии проанализировала останки, найденные на Древнем кладбище гладиаторов в Ефесе. Как сообщает BBC, ученых удивило, что у гладиаторов был вегетарианский рацион. Рацион гладиаторов основан на зерновых продуктах, и практически ни у кого не нашли следы мяса в рационе. 80% рациона гладиаторов составляли пшеницы, ячмень и бобы. А вот признаков мясной и молочной пищи ученые не обнаружили. Только два гладиатора из проанализированных 22 останков при жизни питались мясом. Как отмечают исследователи, гладиаторы в основном были военнопленными рабами и осужденными преступниками. Лишь некоторые гладиаторы выбирали эту профессию по собственной воле и начинали упорно тренироваться и участвовать в соревнованиях на арене. Возможно, эти двое мясоедов и были как раз такими бойцами, которые по собственной воле выбрали ремесло гладиатора. А остальные гладиаторы подчинялись строгому режиму питания и тренировок, который был заставлен руководством. Римляне очень серьезно относились к гладиаторским состязаниям. Учителя по фехтованию в древнем Риме их называли ланистами, обучали гладиаторов искусством. Без этого никто их на арену не выпускал. Ведь нужны были гарантии, что гладиаторы покажут зрителям шоу высокого качества. Профессия была уважаемая, но очень рискованная. Вероятность гибели гладиаторов в соревновании составляла 1 к 9. Все найденные останки гладиаторов имели характерные для бойцов травмы. С этими травмами они, видимо, много лет еще умудрялись выступать на арене. Гладиаторов уважали за то зрелище, которое они показывали. Их физическая форма и атлетичные фигуры вызывали восхищение. И это не может не вызывать уважение, что на таком довольно несбалансированном рационе без животного белка гладиаторы имели превосходную физическую форму. Большинство современных спортсменов едят мясо, птицу и молочные продукты на ежедневной основе. Ведь так можно получить сбалансированный комплекс всех аминокислот. Но римские гладиаторы обходились растительной пищей. У гладиаторов было свое спортивное питание. Из оригинальных продуктов у гладиаторов было своеобразное спортивное питание. Они пили специфический напиток для той же цели, для чего современные спортсмены пьют изотоник. Эти напитки спасают во время длительных нагрузок от обезвоживания и потери электролитов. Изотоники гладиаторов состояли из древесной золы и уксуса. Об этом свидетельствует уровень стронция в костях гладиаторов. Предполагалось, что напиток помогал гладиаторам восстанавливаться после боев и тяжелых тренировок. Растительная зола использовалась для укрепления организма после физических нагрузок и для улучшения заживления костей. Приводит в BBC слова Фабиана Канци из отделения судебной медицины Венского медицинского университета. В напитках содержался магний и кальций, которые сейчас также принимают спортсмены в форме шипучих таблеток или напитка. Главная причина вегетарианства гладиаторов, по мнению ученых, дешевизна. Гладиаторам относились как к части бизнеса. В них вкладывали деньги, на выходе надо было получить результат. По соотношению цены и качества каши оказывались лучшей пищей. Мясо не давало радикальных преимуществ в бою, если есть его редко. А покупать гладиаторам мясо на ежедневной основе было бы слишком накладно.